Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует информационно-образовательный центр Русский музей «Виртуальный филиал» Дворца детского и юношеского творчества Севложского района Меня зовут Андрея Валена Владимировна И сегодня мы поговорим с вами о важном историческом событии Которое произошло 640 лет назад, 8 сентября 1380 года Куликовская битва Это выражение на слуху у каждого русского человека Ведь именно эта битва изменила ход истории России Самый ранний из дошедших до нас письменных источников Это краткая летописная повесть По мнению ученых, она была составлена в самом начале 15 века Летописи – это записи по годам Люди измеряют время годами, летами Кто же вел летописи? Перед вами мраморная скульптура из коллекции русского музея Изображение знаменитого летописца, которого звали Нестор В монастырях в разные века, в разных уголках России Монахи записывали события по годам Именно поэтому до нас дошло несколько источников о Куликовском сражении Краткая летописная повесть, как я уже говорила, самая ранняя Краткая летописная повесть Есть еще пространная летописная повесть Задончина, сказания о Мамаевом побоище В этих произведениях очень много литературных подробностей Из этих литературных подробностей врастают легенды А перед вами миниатюра из рукописи о Мамаевом побоище Посмотрите, мы видим, как два войска встретились на поле боя Флаги у них разные, разных цветов, разных форм Сразу ясно, что это враги Долгое время наши с вами предки были вынуждены платить дань завоевателям, татаро-монголам Вы, наверное, уже слышали выражение «татаро-монгольская ига» А дань – это как налог Платили утварью, плодами своего труда, своего промысла Кто чем занимался И вот мы видим с вами на картине Откупщик Баскак, не слезая с коня Взирает на уже приготовленные подати Вот на ковре мы видим разные предметы, самые лучшие И также стоят рядом с этим ковром Девушки и юноши, связанные и стоящие на коленях Это будущие рабы В центре картины два помощника У них в руках списки Они сверяют по спискам приготовленную подать Чтобы загрузить ее в телегу Вот на заднем плане мы видим телегу и запряженных коней Стоящие на коленях девушки и юноши Как символ пленной Руси того времени Без возможности сопротивления Русские князья, а мы видим их в центре картины Приносили щедрые дары монгольскому хану И также были вынуждены вставать перед ним на колени Но все меняется И пришли другие времена Русский народ окреп И славные воины собрались для борьбы с татаро-монгольскими завоевателями С Золотой Ордой И повел этих воинов на Куликово поле князь Дмитрий Иванович А позднее его стали называть Дмитрием Донским У художника Глазунова есть целый цикл, который так и называется Поле Куликово В нем он рассказывает о важности этого исторического момента Нелегко было принять решение сразиться с войском Мамая Ведь в случае неповиновения захватчики уничтожали целые города И увеличивали дань По легенде, чтобы укрепить свою веру Князь Дмитрий Донской отправился к духовному наставнику К Сергию Радонежскому Вот мы видим на миниатюре 16 века Слева Дмитрий Донской на белом коне подъезжает к воротам монастыря И уже справа мы видим, как Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского Этот сюжет очень любили изображать в летописях и в живописи Сергий Радонежский не только благословил князя на борьбу с монгольскими завоевателями Но и послал с ним двух славных воинов, монахов, Пересвета и Осляби Мы видим это на картине И вот наступила ночь перед решающей битвой Князь Дмитрий Донской со своими воеводами ждал наступления утра И прислушивался к знакам ночи Ожидал наступления утра во вражеском лагере и темник Мамай Едва рассеялся утренний туман, как на поле Возле впадения в реку Дон, речке Непряды Выстроились два войска, русское и татарское А битву было решено начать с поединка От татарского войска вышел воин, непобедимый Челубей А от русского воин-монах Пересвет, посланный Сергием Радонежским Монголы считали Челубея бессмертным воином Ведь по легенде он провел 300 поединков и в каждом одерживал победу Его образ до сих пор окутан тайной, которую пытаются разгадать любители легенд Некоторые считают, что Челубей владел магическими заклинаниями И продал свою душу темным силам за неуязвимость в бою Другие полагают, что вся заслуга принадлежит копью Челубея Которое, по одной из версий, было длиннее, чем у противника на два локтя А по другой версии на целый метр На расстоянии он сбрасывал своего противника с коня Получая преимущество в бою И благодаря этой хитрой уловке он побеждал О судьбе Пересвета известно немного Звали его Александр И происходил он из знатного боярского рода Брянского княжества Долгие годы провел в трудах и молитвах И знал военное дело Пересвета считают героем народных былин Интересно, какой подвиг он совершил На картине у художника он изображен в молитве Всю ночь перед битвой Русский монах Пересвет молился Богу А на рассвете снял кольчугу И пошел сражаться в монашеской одежде В поединке он позволил длинному копью Челубея Пройти сквозь свое тело На известной картине художника Михаила Авилова Оба воина изображены в доспехах Хотя по легенде Пересвет вышел в монашеской одежде С копьем в руках Таким образом у Челубея не было преимущества Так пал непобедимый Челубей от копья русского монаха Пересвета И неудивительно, ведь по легенде сразить темного воина мог только воин, наделенный силой бога На картине художника Рыженко Раненый Пересвет возвращается к русскому войску, чтобы умереть в родном стане Затем началась Великая Сеча, которая продолжалась не менее трех часов Мы видим на картине, князь Дмитрий Донской на белом коне вдохновляет своих воинов на победу Но как может вдохновить князь? Конечно, своим примером По легенде, князь Дмитрий Донской перед битвой поменялся одеждой со своим боярином Снял свой княжий плащ, шлем, передал знамя боярину, чтобы тот надел на себя вместо князя И со словами «Князя должны видеть, а я пойду Русь защищать» Надел кольчугу обычного воина и наравне с другими богатырями сражался в передовом полку А где находился передовой полк? Вот перед вами карта сражения, на которой мы можем увидеть расстановку сил Дмитрия Донского и темника Мамая В красных прямоугольниках вверху, там где речка Непрядва впадает в реку Дон, мы видим русские войска А войска Мамая изображены в черных прямоугольниках внизу А теперь вопрос Что необычного вы видите в правой верхней части, в зелени леса? Какой сюрприз приготовил Дмитрий Донской? Вы, наверное, уже увидели фигурку на белом коне Да? Так условно изображен засадный полк И, как вы уже, наверное, догадались, именно его появление сыграло решающую роль в победе на Куликовом поле Командовал засадным полком безудельный князь, боярин и воевода Дмитрий Михайлович Бомрок-Волынский Победа в битве досталась русским во многом благодаря его грамотному командованию Воины засадного полка видели и слышали, как татарская конница, смяв передовой полк, нанесла сильный удар русскому войску Русские понесли значительные потери Засадный полк был готов в любое мгновение броситься на помощь друзьям, но Боброк сдерживал их Погодите, еще не время, дайте татарам силы растерять И вот тогда, когда враги стали окружать оставшиеся русские силы, на них ударил засадный полк Обративший татар в бегство Битва превратилась в преследование хаотично убегающих врагов Этапы битвы темник Мамай наблюдал с холма Посылая своих воинов на верную гибель, он ожидал победы и возвращения на родину с богатыми дарами Но увидев, как русские с новыми силами принялись за борьбу Как появление засадного полка повлияло на ход битвы, он бросил свои войска Победа далась нелегко и стала возможной благодаря продуманной стратегии И вступлению в неожиданный момент засадного полка под командованием Боброка-Волынского Потери были велики Еще семь дней наши русские воины хоронили своих соратников и молились за души погибших Куликовская битва, хотя не дала полного освобождения Руси от татаро-монгольского ига Но положила начало освобождения Руси и сыграла решающую роль в формировании национального самосознания Уже в наше время Лев Николаевич Гумилев, советский российский ученый, писатель и переводчик, историк, археолог, писал На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне и так далее А ушли с него русские Когда битва была окончена, князя не нашли среди живых воинов Долго искали тело Дмитрия Донского, чтобы отвезти его на родину Но когда нашли его, оказалось, что князь жив И радостная весть облетела поле Князь жив У художника Василия Сазонова русские воины изображены на картине в римских доспехах Вы уже, наверное, успели это заметить В это время художникам было не так важно, как выглядели в доспехе воинов А был важен сам подвиг, совершенный на Куликовом поле А об особенностях русских доспехов и вооружения вам расскажет наш специалист Егор Вячеславович Сегодня мы с вами будем знакомиться с элементами снаряжения участников Куликовской битвы 640 лет назад, примерно в такой же осенний день Случилось сражение между русским войском и войском татаро-монгольском Итак, с чего мы начнем? Перед вами плечуба Это элемент доспеха, который защищал тело русского воина Сносился он на теле, как вы можете видеть И большая часть русского войска была заряжена именно такой броней Давайте посмотрим, как они были изготовлены Как вы можете видеть, кольчужное полотно достаточно монолитное Сделано оно следующим образом Четыре кольца, вот таких вот, соединяются вокруг пятого центрального И таким образом сделано все полотно кольчуги русского воина Но, к сожалению, данная реконструкция не является полной Хоть и качественной, но здесь нет одного очень важного элемента Здесь нету заклепок Какие еще у нас есть элементы доспеха? Помимо кольчуги, знатные воины могли подряжаться в более плотный пластинчатый доспех Так же называемый ламелляр Собственно, данный доспех состоит из ряда достаточно плотных пластин Которые вот такими вот заклепками крепятся к основанию без натуральной кожи В отличие от кольчуги, этот доспех выдержит более тяжелый удар И с большей вероятностью спасет жизнь воина Давайте посмотрим поближе Как видите, здесь идут ряды пластин Часть из них крепится либо вощеной нитью, либо кожаным шнурком Тут уже как хватит денег воин на самом деле А основная часть крепится на вот такие вот заклепки С обратной стороны, если мы посмотрим Также имеются шайбы и включенная заклепка Которая не позволяет пластине вырваться с места Этот доспех уже для более знатного воина Что же еще защищает русского воина? Конечно же шлем Без шлема головы уже не будет Вот один из образцов шлемов, которые носили русские дружинники Как вы видите, у него такой скошенный купол Который позволяет принимать удар и отправлять его вниз И плюс вот такие вот поля Как у шляпы Они тоже сопутствуют тому, что если удар приходится воину в голову Он заскальзывает по этим полям в сторону Спасая плечи витязя Ну и естественно, какой же воин без щита Щитов на самом деле было достаточно большое множество Были и такие треугольные Бывали и такие круглые Бывали еще каплевидные Щит позволяет воину закрыться от атаки Спрятать голову Закрыть ноги То есть это очень подвижный элемент защиты Который позволяет в большом достаточно радиусе Спасаться от различных ударов От стрел Или даже копий На троме противники бывают и кидаются Например, вот такими вот с улицы То есть метательными копьями Такое оружие предназначено для того, чтобы На относительно большом расстоянии Кидать его в противника И либо попадать в щит Утяжелять его И делать его менее пригодным для защиты Заставляя противника Спросить его, чтобы он не мешал Либо если копье попадает в противника Оно может его достаточно тяжело ранить Вот такие копья Своими были у русских воинов Как видите, наконечники копий Немножко отличаются по форме Собственно, это обусловлено развитием Военной науки Какие-то из них лучше пробивают кольчугу Какие-то пластины Ну и естественно, со временем они менялись по длине Увеличился размер лепестка Он становился то шире, то уже То более заостренным, то менее заостренным Помимо всего прочего, у русских воинов Имеется и другое вооружение Например, у многих русских воинов Особенно у знатных воинов Имеется меч Собственно За свой исторический период Меч очень мало менялся по своему внешнему виду Есть некоторые различия по форме гарды Это вот крестовина Где находится рукоять И навершия На этой же рукояти То есть у него тоже время от времени Менялся внешний вид Также из вооружения У русских воинов имелись топоры Топор, как более простое в изготовлении Орудие ближнего боя Был практически у каждого воина А те, кто напирался в ополчение Очень часто были вооружены именно им И также у нас были стрелки Лучники Естественно, лучник без лука никуда Форма и внешний вид лука Тоже исторически менялся Не так, чтобы сильно Но Нет, при отличии от Других Вооружений Стрелковых Все-таки имеет Вот, в принципе, в целом Мы с вами ознакомились С тем Как были вооружены русские воины Теперь давайте взглянем на то Как были вооружены их противники Татаро-Монголы В плане вооружения Отличие Татаро-Монгольского ига От русского войска Не сильно большое Потому что что там мечи Что копья Что топорики Даже луки И стрелы, в принципе, у нас Были схожи между собой Коренные отличия идут уже В плане личной брони Например Есть у нас такой Боевой халат Называется он Хатанг-де-Гель Хатанг-де-Гель Это с перевода Халат, твердый как сталь Очень многие воины Тут были Заряжены именно им По своей структуре Он мог отличаться Это мог быть именно Халат Который Сделан Несколько слоев тканей Которые были усилены Стальной проволокой А это еще Мог быть и Пластинчатый доспех По типу Того, что мы с вами уже видели У русских воинов Но Отличается он По своему строению У него Более массивная Защита плеч И В отличии от Русского Доспеха Он чаще Приклепывался Не на кожаную основу А на ткани Еще одной деталью доспеха Более сильно отличавшейся От доспеха русского воина Являются Шлемы Татаро-Монгол Их основная черта в том Что Они реже Встречаются С вытянутым куколом И чаще встречаются С сферическим куколом Похожим на половинку шара И еще один тип Шлема Который Очень ярко Отличает Татаро-Монгол От русских воинов Это Шлем С лицевой маской Мы выражаем Большую благодарность Музею-усадьбе Приютина За предоставленное место Для съемок И общественной организации Вехи Познания За предоставленные Элементы снаряжения Редактор субтитров А.Семкин